Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь очень рад приветствовать вас в информационном блоге. К радости это или к сожалению, но очередная неделя уходит в небытие, как говорится. Все же, думаю, нам нужно смотреть больше на все это с позитивом. Ведь как ни говори, но Бог позаботился о нас на протяжении всей этой недели. Поддерживал, благословлял, давал нам успех в наших трудах. И даже если были какие-то переживания, то и в них Он не оставлял нас без надежды. Вначале, как всегда, хочу сказать о нашем служении, которое ждет нас в эту субботу. И для меня, думаю, что и для вас это будет очень приятная информация, потому что у нас будет опять-таки особенная суббота, молодежная суббота. У нас будет много музыкального служения со стороны молодежи в эту субботу. А вечером нашу молодежь ждет особенное служение прославления. Поэтому мы приглашаем всех вас, ребята, не пропустите эту встречу. Это служение, в принципе, оно для всех. Но единственная проблема, что оно будет только на английском языке. Поэтому, если вы чувствуете себя в душе молодым, мы приглашаем вас принять участие тоже в этом служении. Напомню, это будет шесть часов вечера в эту субботу. Какое еще меняется объявление? Поступила такая просьба. К нам приехала новая семья. И они нуждаются в разного рода мебели. Если у вас есть какая-то мебель, которую вы готовы отдать, пожалуйста, позвоните по номеру телефона, который сейчас появится у меня здесь на экране. И просто дайте информацию, чем вы можете помочь. Сестричка, к которой вы будете звенить, это Зоя Кушнир. Также хочу, с сожалению, выразить свое соболезнование Тане Андроник. Всей ее семье, родными и близкими. На этой неделе умерла ее мама. Таня поехала в Молдову на похороны. И я прошу, чтобы вы молились о ней. Чтобы она благополучно могла вернуться. Чтобы там все было, ну, на сути, возможно, хорошо в этих всех обстоятельствах. Чтобы Бог был поддержкой и надеждой для каждого. Поэтому, пожалуйста, молитесь о Тане, о ее родных и близких. Чтобы Бог поддержал их в эти непростые минуты в их жизни. Есть еще одно объявление. Это служение, которое у нас будет через субботу, то есть 13 ноября. Утром у нас будет проповедовать гость Андрей Кочалаба. Это пастор церкви, служитель из России. Так что нам будет очень приятно услышать весть из его уст. А вечером у нас будет концертная программа Никиты Исакова. Так что, дорогие братья и сестры, как вы видите, каждый почти субботний вечер у нас занят. Но мы очень рады, что у нас есть возможность проводить такие особенные мероприятия в это время. Поэтому спланируйте правильно и ту субботу, 13 ноября. По сути, это были все объявления, с которыми я хотел сегодня к вам обратиться. Еще раз желаю всем Божьих благословений и хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 127 с 1 по 4 стихи. Благо тому, кто Господа чтит, кто ходит путями Его. Ты насладишься плодами труда своего. Будешь счастлив и успешен. Жена твоя, как лоза плодовитая в доме твоем. Сыновья твои вокруг стола твоего, как побеги дерева масличного. Так будет благословен человек, благоговеющий перед Господом. Знаете, эта неделя для нас очень особенно благословенна тем, что у нас проходит каждый вечер встречи с молодежью. Это молитвенная молодежная неделя. Братья и сестры, особенная атмосфера. Я так благодарю за нее Бога. И вчера мы говорили о том, что Бог есть Тот, Кто управляет нашей жизнью. Кто, скажем так, создает для нас путь, по которому нам лучше всего идти. И вот здесь сказано в этом тексте, благо тому, кто Господа чтит и кто ходит путями Его. Если мы идем Его путями, то Он обещает, что вот эти благословения, о которых здесь сказано, они будут касаться жизни каждого из нас. Поэтому желаю вам Божьего благословения, всего вам наилучшего, держаться Божьего пути и до встречи в эту субботу. Божьих вам благословений еще раз.